Представляешь, Олег, мне были здесь три года, да, как он изменился. Но Варенгойский аэропорт не перестает удивлять. Вот и Владимир Кузьмин недоумевает, как среди тундры за столь короткий срок выросло огромное здание. Только увидел эскалатор, я уже подумал, что я не туда попал. Я думаю, я приземлился в другом городе. А когда вышел на улицу, я вообще в шоке. Новый терминал возвели всего за два года, несмотря на пандемию и санкции. Обновлена и взлетно-посадочная полоса. И все это без привлечения бюджетных средств в рамках концессионного соглашения. Инвестор вложил в проект 11,5 миллиардов рублей. В день 100-летия гражданской авиации России на связи с Ямалом был президент Владимир Путин. Владимир Владимирович, вы всегда ставите задачу развития Арктики, российской Арктики. И, конечно, фундамент всех новых проектов – это надежная транспортная инфраструктура. Уверен, что с открытием нашего нового аэропорта наш российский арктический фундамент стал еще крепче. Спасибо. Спасибо вам. Успехов. Необычная архитектура, теплый басгейт, удобные стойки регистрации. Многие технологии здесь уникальны для Ямала. А еще здесь очень много ямальского. Треугольные окна по мотивам ненецких чумов делают здание оригинальным как снаружи, так и изнутри. А большой экран с видами северной природы стал местом для фотосессий у летающих и провожающих. Прилетевшим тоже есть на что посмотреть. В зале выдачи багажа разместился мини-музей об истории Ямала. Алена Пескунова здесь впервые. Стремится запечатлеть все. И господин Губкин. Потому что я сама получила образование в этом университете второй высшей. Поэтому я не могла обратить внимание на этот исторический участок. Карта маршрута Ямала показывает различные пути, проложенные по нашему региону. Например, оранжевый – это железные дороги, красные – автомобильные. Голубой цвет – это пути, по которым движется газ. А зеленый – это маршруты кослания оленей. С момента открытия в новом аэропорту приняли 5500 самолетов. 80% пассажиров обслуживаются через телетрапы. А главный показатель уверенно идет к большой круглой цифре. Мы обслужили уже порядка 850 тысяч пассажиров. Это хороший показатель. Миллион мы, как вы знаете, 22 декабря в прошлом году встретили в старом терминале. Теперь в новом терминале мы точно его встретим. Проголосовать за аэропорт можно на сайте достижения РФ до 31 октября. Всего здесь 13 проектов от нашего региона. Сейчас в числе лидеров также завод Ямал-СПГ и коробка малышу Ямала.